Музыка Под мелодию кофе и прямого эфира Просыпаются мысли о спасении мира Блиц Гафэм Разбуди вдохновение Музыка Жители МРИЛ активно используют возможность получить помощь в решении жилищно-коммунальных проблем, обращаясь на горячую линию правительства республики. Напомню, что традиционно в преддверии холодного времени года по всем вопросам, связанным с жизнеобеспечением, социальной сферой и не только, жители региона могли обратиться напрямую по телефону 42 21 72. Подробности в нашем материале. Здравствуйте, это горячая линия. У меня вопросик, вот я с Пролетарской 11, старший по дому. У меня такая проблема. То, что по подъезду деньги у нас собирают за содержание и ремонт, а работы не выполняются в полном объеме. Новость о работе горячей линии правительства МРИЛ Сергей Стрепетов услышал по радио. Еще пять лет назад он взял на себя функции старшего по дому. Тогда общие коммунальные проблемы стали и его личными. По статье «Содержание и ремонт жилья» подсчитал Сергей. В среднем он платит около 900 рублей в месяц. Капель в подъезде этой девятиэтажки – дело уже привычное. Жильцы говорят, вода бежит как минимум раз в квартал. Дом с богатым прошлым нынче ему исполняется почти четверть века. С начала этого года многоквартирный дом переведен на форму непосредственного управления. То есть, по сути, жители сами должны заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями. Что касается обслуживания жилья, в этом случае им занимается ЖУК-4. Одну из проблем в доме решить удалось. Остальные заявки еще рассматриваются. Горячая линия правительства МРИЛ возобновила свою работу еще в конце августа. В среднем на телефон поступало около 40 вопросов, в основном от жителей Ишкаралы. Темы обращений сезонны. Это и содержание домов, тарифы ЖКХ, начисление ОДН, ремонт дорог, улиц, тротуаров и другие. Всего более 400 обращений. Уже приняты меры почти по половине заданных вопросов. Остальные в стадии решения. Все проблемы, поступающие от населения, ежедневно рассматриваются на специальной правительственной комиссии, где устанавливаются жесткие сроки исполнения поставленных людьми задач. Что касается дома номер 11 по улице Пролетарской, чтобы бытовых проблем здесь стало как можно меньше, жители многоэтажки не исключают в скором времени создание собственного органа территориального общественного самоуправления. У нас есть тетя Надя такая, вот этот цветник, который вот есть, это все сделала она, своими руками. На заднем плане, если посмотреть, это вот резина, вот это для ребятишек, это колеса специально я возил, привозил, шамонтажки собирал и устанавливал, копал. Жители у нас активные. Как показывает практика, там, где создается ТОС, мэрия города при поддержке бизнес-сообщества помогает установить новую детскую площадку. Кроме того, у жителей многоквартирного дома, объединенных в ТОС, появляются возможности и право участвовать в различных городских конкурсах на получение грантов и самостоятельно распределять денежные средства на благоустройство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова